привет привет друзья мои моего мужа смотрите какая красивая пицца ждет это моцарелла сверху какой вкусный получился моцареллу мы начали покупать я вам покажу сейчас как она выглядит она так тянется я им что здесь у меня капуста я так прячу видео заканчивается надо уже посолить сегодня а если у меня если есть капусточка вот воскресенье смотрите у нас такой бардак у меня это чего мне так посылалось брокколи кажется да или от грибов не знаю я вот столько овощей осталось у нас где моцарелла моцареллочка вот вот такая моцарелла стоит 42 лиры это мы купили в шоке а вот это он купил в карфуре кажется вот так выглядит я не знаю сколько она стоит 150 грамм вот что вот у настолько моцареллы я себе пока еще из моцареллы ничего не приготовила также мы взяли вот такой пеннир эти вяленые помидоры нам не зашли до сих пор лежат моего тавакада видите как я ем никак не доем завтра хочу на голодовку си вот это вот еще тут есть тут есть и да вот это которая вчера мы позавчера но еще у нас полный холодильник еды светлана мало перестала кушать и муж вчера мой тоже ушел с детьми кушал вот потом расскажу смотрите вот такими красками я крашусь вот ашкемчик не купил все у меня перекись вот такой красивый цвет я вам все потом расскажу проснулся пиза из термоса бак бак не давай садись 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 у тур все буду кормить смотрите какая красота всем привет мои дорогие зрители мы находимся в сказке красавчик мой пока девочки ой какое счастье когда мой муж уходит с дома а я сейчас буду кушать ведь я себе постепенно приготовлю тут грибной суп наконец-то я его доедаю грибной суп полезен как вы думаете зелень тут у меня последняя еще клубничка осталось кстати я сегодня начала вчера я третий день принимаю вот твмина масло очень вкусное такое что у меня сегодня на обед смотрите мои дорогие на сливочном масле я пожарила очень медленно пока глажкой занималась от это вот еще добавила красный перчик почему он не такой цвета капусту цветную сырую разобрала по соцветиям накрыла крышечкой чуть чуть а этот начала сливочном масле кресе помешивая периодично затем капельку наверное столовую ложку водички добавила нам лет лето 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 у меня смотрите такой салатик сделала побольше черного перца огурчик и смотрите что здесь разогреваю наша еда курицу возьму отсюда вы из всего кусок мяса вот вот так вот у нас сегодня вот такой у нас сегодня обед у меня птички наши кайфуют погода у нас хорошая я сегодня не вышла из дома хотя и можно было погулять потому что у меня через час сделка и я покрасила волосы покажу сейчас себя сейчас пообедаю и гладила по и масочку сделала на лицо не советуйте морщинки свои знаете друзья ну вот вы зря тратите свою энергию на меня но с этими морщинами если я вам не нравлюсь не смотрите меня но что я могу сделать содрать кожу и этот зачем вы меня обижаете зачем у меня оскорбляет ведь я же не одного из вас не обидела не принизила не унизила никогда не словом плохим не назвала даже сейчас когда вы меня так больно все оскорбляете вот просто уже знаете как смотрю и даже не хочу читать комментарии смотреть потому что знаю что из 90 процентов процентов наверное 80 будет нехороший а те которые меня поддерживают спасибо вам за женскую солидарность и благодарность да ведь вы во многом правы в том что многие блогеры снимают видео на большом расстоянии вы не видите их такие морщинки даже молодых блогеров а я перед вами как на тарелке как тарелка на солнце до спутниковая все вы видите и я потому что они без фильтров такая какая есть да сегодня у меня есть морщинки через полгода что будет со мной вы тоже увидите и что-то от меня берете полезного что-то не берете полезного но если вам не нравится то что я демонстрирую на меня смотрите раздражают мои морщины не смотрите даже пожилые женщины неужели вы такие идеальны что вы меня так оскорбляете говорите что я старушка такая а я вам желаю долгих лет жизни и перед вашим возрастом я преклоняюсь так что будьте добры мои дорогие не делайте не обижайте вот даже сейчас разговаривать с вами тоже как-то больно и и вот мой цвет волос я покрасилась покрасилась знаете я всегда сначала обесцвечиваю краской у меня есть профессиональная главная краска я ее не дешевых я сначала обесцвечиваю волосы ей а потом я уже тонирую сейчас я решила не обесцвечивать посмотреть я сделала тест потерял очень много времени сегодня на себя сделала тест на то чтобы посмотреть как корни мои обесцветиться вот посмотрите мои дорогие видите и у меня понравилось были черненькие корни сейчас такие нормальные я решила волосы живые какие-то я хочу живые волосы хочу их немножко отпустить да хочу отпустить волосики соскучилась я вот такая красивая все мои морщинки смотрите как я постарела ой такая молодец зато я здоровая старушка буду лицо такое здоровая старушка как приятно я горжусь зато я натуральная не наколотая не подколотая натуральная смотрите какая у меня тарелка вкусная салатик вот такую два курочки знаете надо на кету нужно все со шкуркой есть со шкуркой хочу с вами поделиться тут какой-то информацией мойка полная когда муж уходит все у меня легко становится в каком смысле я вздыхаю так сначала мы авокадо я поела уже когда есть авокадо нету видите маслины красиво надо кушать чтобы понравиться моим зрителям и общаться хотя когда ты у тебя не получается разговаривать все равно будет как-то некрасиво жевать да друзья мои хочу вам поделиться новостью что произошло вчера при встрече с детьми мой муж пошел сын его не пришел взять не пришел пришла только дочка и они мой муж был со своей сестрой вот начинать надо с роколы цвет такой холодный оттенок один месяц посмотрю буду чередовать сейчас буду отращивать мне такие планы я так соскучилась по своим деткам по мамочке моим хорошую связь по телефону общаемся еще хочу одуванчики собрать одуванчики очень полезные оказывается листья они горькие в салат при употреблять ой друзья мои какая у меня вкусная капуста просто обалдеть сегодня или завтра надо заквасить еще прямо сделать побольше но она же тоже имеет свой срок вот суп такой вкусный грибной а моему моему мужу не нравится вот что-то придумаешь сейчас перейду к той новости поговорить хочу и вот смотрите курицу белки можно около 140 грамм ну 200 грамм ну 140 грамм белки сюда что входит туда считают также яйца или мясо или рыбу вот такая порция да мои дорогие ну естественно без косточек считать надо калорий так не считайте граммы столько но овощи сырые вот такие сырые салаты можно есть сколько хотите а те которые уже приготовленные уже естественно тоже какая-то своя должна быть порция я все делаю на глаз но я смотрю что у меня идет похудение постепенное за два месяца 8 кило минус 8 это тоже нормально я считаю что это нормальное и я не хочу чтобы она быстро падала и быстро набирала но главное мои дорогие не моем похудении моем здоровье вчера у меня был срыв видно понервничала из-за того что моего мужа мой муж ушел и его долго не было и не могла место себе найти тут кругом конфеты я решила попробовать одну потом вторую потом за пять часов 4 конфеты съела сегодня у меня уже сахар 117 был с утра давление было 107 вот так вот я не разговаривала померила вот все таки я просто на той неделе у меня до 17 очень напряженный день у нас программа заканчивается за за стартует новый борт мне работа партнерами сегодня 3 дня потом и вам же надо видео загрузить тоже что потом я буду накажу себе какао масло какао или какой-то кокосовое или какой-то сделаю шоколад сама приготовлю очень много есть возможностей будем готовить даже из клубники так взять клубничку и окунуть в этот шоколад но и приготовили вкусный десерт и торты есть и все просто моя подружка приезжает мой партнер из красноярска в конце месяца везет мне всего и эритрит и псиллиум и все и расторопшую все так что вы такие дела мои дорогие я решила суп покушать а потом с вами поболтать так приступаем сала ну так вот вчера на встречу моему мужу ну не пришли многие дай кого он жал такой у него упрямый сын такой же как мой муж упрямый и обижается такой обидчивый вот но не пришел муж пришел хорошим настроением ну не угасил кебабом пришел настроение глазки смотрит все прошло удачно и самое главное бог миновал миловал оказывается мама их не разрешила тоже чтобы она дочка пришла к нам домой моему мужа суп назначили пришло письмо очередное 6 уже в этом году о том что 6 июня будет суд и кто подал на него в суд сын наверное мне кажется стыдно ему встречаться с сом потому что этот суд адвокату наверно 20 тысяч только надо за дело а потом еще если начисли алименты это с января месяца их начнут как всегда это как всегда вот так вот вот так вот и сколько лет он уже 12 лет наверное разведем с ней она все пытается его себе вернуть мне такой цвет волос какой-то интересный подходит он мне или нет а может морщинки мои ушки почему вы пишете что такая страшная ну почему пишите такая страшно я же еще делаю гимнастику для лица я так не считаю я себя очень люблю как они есть тут моего тренера по йоге нету груди вообще все пишут когда она делает прямом эфире а где ваши сиси где вы сиськи потеряли она пишет да забыла одеть говорит их вот такая позитивная она говорит господи а вас это не обижает когда вам задать такие вопросы она знаете что сказала это пассивная агрессивность пассивная агрессивность у людей которые сидят по ту сторону экрана которые не могут в лицо вот так вот своему близкому сказать ты страшная ты кривая и они вот если через соцсети вы хлестывает свой негатив который они не могли сказать кому-то близкому она год пускай говорят я что этих людей знаю я же не знаю и абсолютно и никак не реагирую я не побегу после их это делать импланты она понимаете как это я понимаю этих людей начнет причина в чем в их в них самих если они могут просто так сказать как вы постарели ой это я свои боли у вас сисек нет или ничего не вообще плоская чуть-чуть когда я люблю свои маленькие сисюлечки все так что мои друзья будьте добрее а я буду кушать не буду вас разражать не забудьте подписаться на мой канал ставить лайки колокольчик нажать там под ним внизу под видео чтобы каждый день вы получали уведомления моих новых видео пока пока я с вами не распрощалась мои дорогие вышла все-таки на улицу с мужем и с другом него вот у его друга двое детей он развелся сто лет сын живет с ним и он не хочет жениться я не знаю почему потому что он думает что жена придет и все заберет у его сына страх такой или не нужно привык сам сам ухаживать у него с мамой жил сколько лет мама умерла и вот сейчас живет с сыном и когда мой муж объясняет сын тут с девушкой своей живет и что нужно подумать о себе он видно этого пока не осознает пока он двигается все а потом потом будет поздно уже кто посмотрит на него цвет волос у меня вышел немножко темный но я думаю что увидите он такой пудровый 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 видите какой розовый пудровый красный мне кажется смоется волосики такие свеженькие сегодня тут бракосочетание эти как все стильно музыка красивые женщины нарядные ждем с жениха и невест ставьте лайки подпишись на мой канал нажми на колокольчик и на все уведомления